Суккот – праздник Кучей, Шалашей. Суккот – один из основных танахических праздников еврейского народа и один из трех паломнических праздников. Начинается 15 числа месяца Цишвей и продолжается 7 дней. Обычно выпадает на месяц сентябрь. В это время по традиции совершают трапезы, а в хорошую погоду и ночуют вне дома, в Суке, то есть в Шатре, Куще или в Шалаше, в память облуждения евреев в Синайской пустыне. Кульминацией праздника является восьмой день, который называется Шмини Ацерет. Задержитесь на восьмой. Кучей также связывался со скиньей. В европейском переводе Библии праздник является амонимом местности Сакхов. На иврите Суккот. Вторе о Суккоте. Шмот. Соблюдай праздник сбора плодов на исходе года, когда уберешь с поля плоды своих трудов. Шмот. Справляй праздник сбора плодов в конце года. Два икра. В пятнадцатый день этого седьмого месяца праздник Суккот. Семь дней праздник. В первый день священное собрание. Никакой работы не делайте. Семь дней приносите огнепалимые жертвы. В восьмой день пусть будет у вас священное собрание. И приносите огненные жертвы. Два икра. В пятнадцатый день седьмого месяца, когда соберете с земли вырожай, справляйте праздник. Праздник должен длиться семь дней. В первый день пусть будет у вас покой. И в восьмой день покой. В первый день возьмите плоды прекрасных деревьев, пальмовые ветви, ветви густолиственных и речевых ив. И радуйтесь семь дней в году. Это вечное установление для вас. Из поколения в поколение. Справляйте этот праздник. В седьмом месяце. Живите в шалашах семь дней. Каждый коренной житель из сынов Израиля должен жить в эти дни в шалаше. Чтобы все ваши поколения знали, что в шалашах поселил я сынов Израиля, когда вывел их из земли египетской. Дамидбар. Пятнадцатого числа седьмого месяца. Пусть у вас будет священное собрание. Никакой работы не делайте. Семь дней справляйте праздник. Приносите в жертву всесожжение. Творим. Семь дней справляйте, сукот, Когда соберешь урожай и окончишь работы На твоем гумне и в твоей винодельне. Радуйся в этот праздник. Ты сам, твой сын и твоя дочь, Твой раб и твои рабыни и твоя рабыня. И левит, который живет в твоем городе, И переселенец, и сирота, и вдова, которые живут в твоем поселении. Семь дней совершай праздник для Бога твоего На том месте, которое изберет правила и традиции праздника. Седьмой день праздника сукот называется Ашона-раба, Великая Хошана, Который имеет свои особые законы. Каждый день мужчины читают благословения, Держа в руках лулав и эт-рог. Можно пренебречь некоторыми правилами, проживаниями и приемом пищи в суке, в случае дождя или по состоянию здоровья. В суке на столе должны находиться четыре растения. Этрог, лулав, мирт, ива. Эти растения символизируют людей. Есть люди, соблюдающие все законы Торы. Они имеют вкус. Есть люди, совершающие благие поступки. Они имеют запах. У эт-рога есть и вкус, и запах. Они символизируют праведников. У мирта есть запах, но нет вкуса. У лулава есть вкус, но нет запаха. У ивы нет ни вкуса, ни запаха. Праздник Суку посвящал семь ушпизинов, гостей. Авраам, Ицхак, Яков, Давид, Моисей, Аарон и Йосеф. Исру-Хак. Следующий день после праздника Суккот. Называется Исру-Хак. Этот день служит для связи крупнейших праздников в Песах, Шавот и Суккот. После каждого из этих праздников отмечается Исру-Хак с остальными днями в году. Веселого праздника Суккот вам!